всем привет с вами поле сегодня хочу рассказать о таком виде заработка в интернете как продажа арендных ссылок и я расскажу о своем опыте на бирже ссылок сейпа которую я называю сапа многие мастера и оптимизаторы называют и я буду говорить именно так значит сапу я открыла для себя больше 10 лет назад к тому времени я уже занималась копирайтингом у меня был определенный доход и я начала открывать для себя сайты собственно я хотела не зависеть от каких-то заказчиков я хотела иметь свой собственный бизнес в интернете но сайты я открывала не для того чтобы вот только продавать ссылки пустить их под откос а они мне были в общем-то для души до сих пор несколько тех сайтов у меня остались вот представьте сайтом уже больше 10 лет сайты я продвигала как могла наращивала показатели на тот момент это были tits и pr насколько я знаю pr уже не используется это был показатель гугла как бы качество сайта но до сих пор на него обращают внимание когда покупают ссылки или когда размещают статьи о размещении статей и о покупке вечных ссылок я расскажу отдельно это будет отдельное видео а сегодня хочу рассказать именно об арендных ссылках в сапе я вот торгую на сайтах больше 10 лет арендными ссылками и все хорошо слава богу ну просто я не размещаю какое-то невероятное количество ссылок у меня несколько ссылок максимум на странице внешних остальные ссылки допустим я по закрывала то есть те ссылки которые я продаю конечно они открыты для индексации просто разные другие ссылки на посторонние сайты у меня закрыты от индексации хочу сказать что когда только начинала доход был конечно как мне кажется для меня лично очень хороший потому что тогда еще в основном все основная масса как бы веб-мастеров продвигались ссылками поэтому ссылки покупали много и достаточно дорого хорошо покупали с главной страниц и люди не жалели денег на ссылки сейчас я уже несколько лет большую часть заработка тоже трачу в этой же сапе на покупку ссылок для своих сайтов я размещаю на каждой странице по несколько ссылок и из общего дохода которые получаю я больше 50 процентов там же в сапе оставляю на покупку ссылок у меня в сапе несколько сайтов вообще за 10 лет которые там торгую уже больше 10 лет у меня там были разные сайты какие-то у меня остались какие-то нет по разным причинам но есть сайты которые были с самого начала вот я как начала это был 2009 год вот из 2009 года страшно даже подумать торгую ссылками в сапе и все нормально сайтами все благополучно то есть те сайты которых у меня уже нет это никак не связано с продажей ссылок там были другие причины как по которым я от них чуть-чуть избавилась но остались сайты которые уже десять лет торгуют ссылками и все хорошо не слушайте тех кто вас пугает что вот вы будете торговать ссылками и на ваши сайты пойдут санкции от поисковых систем это не так если продавать по чуть-чуть по несколько ссылочек со странички то все будет нормально и конечно я вручную проверяю мне нет такого чтобы мне ссылки размещались без моего одобрения то есть конечно не в автоматическом режиме размещаются через php но я их проверяю перед размещением я их проверяю не каждый день раньше конечно у меня был такой азарт я каждый день заходила ссылочки проверял меня было очень много мне раньше очень много ссылок размещалась сейчас я могу позволить себе раз несколько дней а когда у меня очень много дел я проверяю раз в неделю и страшно сказать даже раз две недели бывает захожу ну конечно там часть ссылок отваливается но это просто если очень сильно занято то есть продажа арендных ссылок я хочу сказать это совершенно пассивный доход вот абсолютно пассивный вам нужно только проверить ссылки чтобы там не были какие-то сайты знаете там дорвеи или там ужасные есть странички на которые ставят ссылки я все это отметаю я конечно не каждую ссылку прямо открываю смотрю на вижу даже и по адресу и вижу так вот как-то чувствую я вот бывает просто чувствую что ссылка плохая я ее открываю бывают что там нет страницы или идет какое-то перенаправление директ какой-то поэтому я все это в ручном режиме модерирую и вам очень советую то есть для того чтобы в сапе торговать я советую вручную проверять ссылки хотя бы просматривать что у вас там размещают чтобы торговать надо конечно иметь сайт с хорошими показателями то есть это должен быть уже такой трастовый сайт конечно не только созданный им должно быть ну как минимум несколько лет поэтому кто только размышляет открыть сайт или нет вот открывайте сайты наращивайте показатель развивайте их я свои сайты развиваю и потом через какое-то время вы сможете торговать ссылочками это очень хороший как бы вид дополнительного заработка не знаю может быть кто-то и торгует только ссылками больше ничем не занимается для этого надо иметь очень хорошие сайты то есть сайты должны быть достаточно качественные конечно большие и с хорошими показателями оставлю ссылку на свой хостинг в описании я движками не пользуюсь но я советую попробовать хотя бы сделать сайт на движке хотя конечно нужно уметь его делать и понимать структуру сайта потому что даже если вы делаете бэкап и если что-то случится из бэкап вы конечно сможете восстановить наверное свой сайт но желательно вообще понимать его структуру что вы могли ссылки размещать рекламу рекламе я потом отдельно сниму видео но в общем попробуйте сайта строительства это очень увлекательно и прибыльно те кто владеют несколькими хотя бы сайтами более менее нормальными но могут себе позволить не ходить на работу я уже сайтами занимаюсь вот именно на коммерческой основе больше 10 лет а до этого я просто делала сайт и у меня были сайты которые просто для души вот но потом я уже для себя открыла сапу и понеслось после сапа я уже нашла для себя контекстную рекламу но конечно в любом случае сайты должны быть посещаемыми вот для того чтобы они хорошо приносили потому что сейчас сапа тоже смотрит на этот показатель там раньше не было этого показателя насколько я помню может быть я ошибаюсь но когда я начинала не было такого показателя как посещаемость в месяц сейчас конечно он есть ну это я считаю правильно потому что размещать на каких-то непонятных сайтах на которые никто не заходит ну мало кто захочет я тоже когда покупаю ссылки я обращаю внимание на посещаемость в том числе хотя я смотрю вообще на другие показатели я смотрю чтобы сайт был трастовый и чтобы он был тематический обязательно мне важно чтобы тематика была более меня похоже на мои сайты ну и чтобы он был нормальный иногда захожу на сайт и смотрю что там за сайт вообще потому что есть такие сайты которые просто завешены рекламой то есть там открываешь и там по 20 и больше ссылок на странице но я такие сразу себе в своем аккаунте отправляю в черный список я не хочу на таких сайтах ничего размещать то есть если сайт живой если на нем постоянно обновляется информация если туда заходят люди то на таких сайтах выгодно покупать ссылочки вот я сама торгую на таких же сайтах и вам советую то есть сайтами надо конечно заниматься но заниматься не ради продажи ссылок продажа ссылок это просто как дополнительный доход а на сайтах можно зарабатывать по-разному я буду рассказывать своих видео если вам интересно мое видео подписывайтесь на мой канал на сайтах я советую выставлять не больше говорят не больше пяти я советую не больше трех вот три ссылки на страницу считаю более чем достаточно с недавних пор в сапе есть такая возможность покупка продажа сквозных ссылок раньше этой возможности не было это выгодно просто сейчас очень много конечно веб-мастеров предлагают сайтов и демпингуют снижают цены то есть начале как только появились сквозные ссылочки я была там в самом начале начала сразу их настраивать и торговать но нормальные были цены нормальный доход сейчас уже конечно демпинг пошел очень сильные не понимаю людей которые на своем сайте просто вот места там за какие-то копейки и даже как бы десятые доли копеек продают но это очень как бы смешно по моему сквозные ссылки идут через весь сайт то есть вы покупаете место и размещается ссылка на всех страницах или на каком-то количестве страниц вот в сапе можно выбрать количество страниц на которых вы покупаете сквозную ссылку на или продаете наверно тоже покупатель может выбрать это очень выгодно особенно если сквозная ссылка идет с первой страницы с главной сапе удобно делать разные настройки там есть возможность даже для тех кто не может настроить php хотя не знаю если такие хостинги еще наверное где-то остались может быть кто-то не хочет просто заниматься php там можно даже вручную размещать ссылки но я совершенно этого не советую никогда этого не делала не собираюсь но это просто для тех кто не знает php или просто не может как-то настроить там можно вручную каждую ссылочку как-то размещать вообще советую сразу поставить код с php и просто модерировать ссылочки тогда вы будете очень быстро зашли там пять минут потратили там или 10 модерировали все проверили утвердили или какие-то ссылки отказали и все и ваши ссылочки автоматически потом размещаются это очень удобно это быстро то есть этот доход вы будете получать почти не прилагая никаких усилий про развитие сайта я конечно не скажу что это не требует усилий развития сайта конечно же это большой труд но нужно этим заниматься если вам это приносит удовольствие мне вот сайты приносят удовольствие я этим занимаюсь для души в том числе ну конечно для дохода но если бы мне это не нравилось я бы этим не занималась пишите в комментариях насколько удачно вы покупаете продаете ссылочки вот именно арендные ссылки потому что вечные ссылки это отдельная тема арендные мне нравится тем что допустим вы купили ссылочку на каком-то сайте а потом через год или через полгода или через месяц сайт закрылся вечные ссылки намного дороже чем арендные то есть вы потратили там какое-то количество долларов десятки долларов есть даже сотни долларов за ссылочки и сайт благополучно закрылся деньги вам никто не вернет арендная ссылка удобно тем что вы платите пока ссылочка размещена на этом сайте если ссылки выпадают в ошибки там error появляется вы это видите то есть если в какой-то день или дольше ваша ссылка уже не приносит пользу вашему сайту купленная вы ее можете удалить и если на вашем сайте что-то произошло но вдруг пропала какая-то страница бывает так что случайно удалили ли что-то и на ней уже была размещена ссылка со стороны вот вебмастера когда вы продаете ссылки вы тоже видите что размещенная ссылка выпала в ошибку и вы быстренько сможете посмотреть что там с сайтом и исправить сапа мне очень нравится это очень удобная биржа ссылок это моя любимая горячо биржа ссылок есть немного много лет с нее вот начался мой вообще интернет бизнес я после этого много всяких вида заработка перепробовала но сапа как для себя открыла так я с ней не расстаюсь вот поэтому я очень советую я пробовала разные биржи ссылок и вечных ссылок и торговать пробовала и покупать меня большой опыт в этом деле но сапа я считаю самое лучше меня на очень нравится там есть хороший форум вы можете тоже читать и общаться то есть вам там в случае чего помогут и тех поддержка хорошая я очень советую сапу вот попробуйте зарабатывать так же как и так же как наверное тысячи а может быть даже больше вебмастеров в интернете подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите свои комментарии не забывайте нажать на колокольчик с вами была поле всем пока